Этому можем так заключить, что Вавилон еще не вошел в свою великую славу? Или нельзя так заключить? Такой вопрос никогда не ставил. Большей славы ни у кого не было. Какая еще нужна слава? Полмира питается от нее. По всем признакам. Ну сейчас такое вот время. Всю историю-то мы не можем сказать. А что еще больше? Сейчас больше позора идет. Как-то Андрей Кураев говорил, церковь была гонимая, знаем. Но чтобы так презираемая была, никогда такой эпохи не было. Вот это отношу я и к Вавилону Третьему. Ну да. Но вот я в этом-то и висит в этот вопрос. Что это еще хлопнет дверью Вавилон? Или еще он не вошел в ту позицию, когда вот от него все народы еще зависят? Или уже это было? Было и есть, было и есть, и какое-то время будет. Так мыслится. Мы догадываться не будем, на спасение нам это не влияет. Но дело в том, что с севера придут к Иерусалиму, и там на долине это и погибнут. Семь месяца будет кости собирать. Так, никого больше нет, а то ухожу. Вы знаете, можете задавать вам вопрос? С миром. С миром. Да, с миром. Вопрос такой вот. Смотрите, апостол Павел пишет, что мужчина не одевает женскую одежду. А вот, судя по иконам, одежда внешне как бы одинаковая. То есть, в те времена, да, там, у мужчин и женщин длинные такие, как одеяния. То в чем, как бы, различие у них было? Говорит сегодня, и то оправдывает где-то. Я слышал тут, которые знаменитые священники, артидиакон, все говорят. Это вот так, ширинки-то у нее нету. Ну, неужели мы не видим, что она в брюках? Ну, сами посмотрите, вот показывают старые какие-то фильмы, военные, документальные. Ни одной нету в брюках. Они в юбках. Разной длины, но в юбках. А остальное все лукавство одно. Те тогдашние мужчины и женщины, это рисунки, они определенно и четко знали. Это мужская, это женская. И никто нигде не спрашивает, какая. Это означает, что все знали от малых лет. Так что смотреть на рисунки, они ничем не отличаются. Вроде это тога у него тут, смотри, материя намотанная, никак нельзя. Вот когда ставили фильм «Иисус по Евангелию от Луки», ну и даже, кажется, камагридеши тщательно узнавали по разным раскопкам, сохранившимся каким-то эскизам, какая была одежда. И то утверждать нельзя, что такая. Но, во всяком случае, примерно. Примерно. Зачем они снимали одежду, когда камни бросать на Степана? Значит, речь идет именно о одежде вот эта вот намотанная. Она намотали, бросили, а Савл караулил. А то сегодня главное как. Вот у нас в лагере, конечно, дети, комары. Разрешалось надевать там какое-то трико или что-то брюки, но сверху, чтобы была юбка, юбка ниже колен. Потому что комара многое. Ну, надо просто смотреть. Вот у нас как ходят, чтобы... Одна тут пишет, как она поехала на... Там, где у нее дача была. И увидела там одну сестру нашу. И та сестра спросила, а почему ты в брюках? Никто не знает, только она. Так я, говорит, мучилась, когда думаю, доеду и все. А другая сразу изрезала все на половики, на ленточки. Вот у нас этого нету. А если она где-то в брюках, сразу сделает замечание. И замечание такое, что оно доходит до глубины. Вот так. Спасибо, Христа. Аллилуйя. И нельзя говорить то, чего мы не знаем, не видим. Но что отличали, это определенно. На это проклятие никто не полезет зря. Да и женщина... От Америки все заражается. Я говорил, в каком году? В первом году, кажется, в марте месяце переоделись. Что от Америки получили? Вот эту наглость, бездарность. Они книги-то не считают совсем. Вот сами посмотрите. Вот у нас был Леонид Ильич Брежнев, Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф, а у них Джо. Они даже говорить не могут. А он-то Иосиф Джозепп, это Иосиф. И вот они везде все так. Ну, Горбачев сказать не может. Горби. Вот все у них сокращено. Я говорю, какие книги переписываешь с американской, русской? Ну, никакие не считают. Я, ну, небольшой ролик выставил. Нет, это большой. Американцы смотреть не будут. У них одно, жратва и эта брюшина. Нигде столько нету с избыточным весом и ожиревшее, как они говорят. И главное, вот эта медицина на высоком уровне, она не помогает им жить дольше японцев. Японцы столько... Вот Владимир Чевелихин был такой писатель, и он в советское время командирован где-то там, может быть, в Швеции, Норвегии, где он там был, ни в одной стране. И он говорит, если я вам скажу, как выглядят эти люди, что, допустим, женщина метр семьдесят, сотню отнимай, семьдесят, еще пять килограмм скинь. Это высшая вершина. Они очень худые. И когда приехали из Франции, они, говорит, сделали замечание одно. Почему у вас, женщины, так много хлеба едят? Да от хлеба он не разжиреет. А вот Чевелихин сказал, что вы не поверите, у них везде тренажеры. Я вот по Америке, меня много возили. Где они едут в школу и везде играют? Я говорю, почему? Вот этот как раз Смоленинов, деловая Америка, вот там, по торговой части он был. И он говорит, американцы знают, что дорого медицина стоит вызвать, просто скорую помощь вызвать-то. У нас ничего не стоит, там, защихал полградуса, поделось, уже скорая приехала. Там нет, нет. Там наложат тебе тысячи, да и больше долларов. И поэтому спорт, поэтому болеть невыгодно, как они говорят. Я был там, мне кое-что понравилось. Вот так. Нам надо уметь учиться, у других людей что-то брать. Меня за это обвиняют иногда. Я регулярные радиопередачи были, телевидение не выступал когда. Но я употреблял вот такое-то, столько-то, там-то, те-то. Ну, это же проповедь. Ну, проповедь по телевидению, по радио, не в храме. Ну, и называл некоторых людей. Даже назову Вольтера, что он сказал, что Библия через сто лет будет позабытой, заброшенной книгой, как следие глупости более ранних поколений. И в том самом здании, где со второго этажа он сказал это. Теперь склад британского библейского общества. Миллионы тиражей идут. Вот это я сказал. Да кого Вольтера поминаете? Я Конфуция поминаю? Его спросили. Вот умирает человек. А вот мы ходим там, свечи зажигаем на могилах. А польза есть или нет? Он говорит, я тебе скажу, пользы нет, вы их хоронить не будете. А как в Новой Зеландии будете выставлять только на крышу, и грифы будут пожирать их. Я тебе скажу, польза, вы на кладбище ночевать будете. Вот умрете, узнаете. Видите, как просто. Мартин Лютер сказал, в мире есть одна книга Библия и одна личность Христос. Я употребил это, но священники только ждут, где я скажу не по Библии. А сами Библии совершенно не знают. И он Златоуст употребляет, и апостол Павел говорит, крестьяне всегда лживы. Поэт какой говорит у них? Люди знают. Оттуда брали. И об этом говорит апостол Павел. Я уж не говорю про Златоуста, тот прямо цитирует целые пакеты. Ну вот, не всем это нравится. Вот у Наполеона есть такое выражение. Главное ввязаться в драку. А там видно будет. Не пропустить. Пока еще можно продолжать. Вот так. Это 3.18 из Икииля. Видишь брата согрешающим-то? Не пройди мимо, сделай замещание. Иначе он умрет, а его кровь я взыщу с тебя. Вот как. А ты сказал какой-то там великий. Ну он великий сказал. Я в беседе с безбожниками употребляю. Для них бывает иногда религиозно из Библии в новинку. А я его разбавляю такими словами. Вот Плини-младший называют там. Или Плутар. Он ездил, много ходил по всему Ближнему Востоку. Я, говорит, встречал нации. Нации, у которых нет денежной системы. Я видел города, которые не имеют стен. Но я нигде не встретил такого дикого и грубого народа, который не имел бы веры в Бога. Дикого и грубо. Вот я не верю. Ну дикый и грубый. Святые употребляли иногда многое. Слушай, говорил Сократ. Да мало ли, хороших людей в разных странах. Я употребляю это. Иногда вот в лагере у себя употреблял слово канзё. Никогда не стонать, дети. И они такие выдержанные. Всегда всё хорошо. А хороший настрой внутри. Болезнь с трудом пристаёт. И из чего я начал говорить и куда приехал. Всё. Слушаю. Никого нет. Разошлись все. И не предупредили. Ты здесь, Игнатик? Здесь. Молодцы. Вот у меня болит левое колено. И главное нынче, как получилось. Я уже не скрываю это. У меня кровь шла две недели. И тело ослабело. И вдруг как черния, это свищи называют, обложила по пояснице меня вокруг. Никогда не было этого. Дальше. Ничего не употреблял ни одной таблетки. Ну там мази дали, где-то маленько подмазал. Исчезает. Капли крови нету. Свищи все исчезли. А заболела нога. Как по инерции левая нога. Колено самое. Ну что делать? Одни говорят, надо ходить. А другие говорят, не надо ходить. Ну вот сейчас меня на осмотр ещё один раз в краевую больницу. 14 февраля потащат. А я каждый день выхожу тут недалёко. Большой мост красивый через реку Опь. Я любил там ходить, сфотографировать всё. Пошёл. А тут пивоварка течёт. Барноволка, речка. А в неё ещё пивоварка впадает где-то. Я до этого дошёл, а дальше нога не шевелится. Я думаю, нет, оттуда я не вернусь сам. Я вернулся. А сегодня вроде маленько полегче. Я жду, Володя ушёл. Солнышко взошло. Сейчас вот молитвенное... Мы-то на 4 часа раньше молились. А вот эта группа-то у вас позже. И сейчас только кончили. Я опять начинаю навостряться туда на мост сходить. Я туда всегда ходил с собаками. Две собаки было у меня от Пупкова. Восточноевропейская. Немецкая. Одна чемпион Алтайского края, другая чемпион России. Как я ходил. А сейчас ничего этого нету. Охота сходить на мост. И пока никого нет, я крадуще тут за каулками и туда. Считаю, что полезно. А врачи говорят, не полезно. Ну, может и не полезно, но мне охота. Ну, все, друзья мои милые. Отхожу я с Богом. Я вам посылаю какие материалы-то. Вы считаете их? Вот сейчас выслал тысячелетнее царство. Я над этой темой работал полвека. Чтобы все вот такое отшлифовать. Кажется, 118 страниц получилось. Я вчера ночью уже рассылал. Вчера закончил только. Там цветными. Увеличил буквы. На что обратить внимание? Как с сектантами беседовать и показать, что наше понимание тысячелетнее беспроигрышное. Ну, хоть руки или как-то покажите. Кто получил и смотрел, до конца считает. Я столько времени трачу на это. Вот до этого было, чтобы не выходили замуж за неверующего. Видите, какие темы. Послал прокурора. Спросил я. А вот здесь у нас ее не вижу сегодня. Анаит. А армяночка. До чего она активная. А она работница у генерала какого-то. И ему сказала. А у того, друзья, генералы, решили через живого где-то найти моего. Прокурора Алтайского края, генерал-лейтенант Параскун Юрий Педорович. Он много сделал для нас. И мне надо отблагодарить. У меня чувство благодарности неимоверно развито. Я на концу вселенной нашел всех, где кто мне когда помогал. Не стою перед этим. Я его озолочу всем, книгами. Всем добрым. А он исчез и нигде нет. И она сразу сказала, и уже генерал вышел на разговор со мной. Его Владимир Павлович звать. И может быть найдем. Я сразу поеду туда. Вот директор тут резина артеина, резина технических изделий. Вот эти лодки большие. Вот как прыгать с горящего самолета. Ну все резиновое такое. Он много помогал нам. Много. Шланги. Четыре лодки дали. Я начальник детского лагеря. Он умер, Анатолий Петрович. Я его звал. Прозвище настоящий. Как я его назвал-то? Интеллигент. Вот столько он помогал мне. Ну и за него помолился. Мэр города мне очень помогал. 11 лет шел суд после моей реабилитации. А претензии мои были немаленькие государства. 11 миллиардов рублей. По государственным расценкам. 11 лет шел суд. Отменяли, теряли. И опять начинали. И наконец я выиграл. Заплатили одну двухсотую часть только. Я, которую по одной статье все на книги в тюрьму отвезти. А другая, вот я получил здесь. У них рассчитываться нечем. Вот здесь я нахожусь 13 соток и два здания. Мировое соглашение было заключено. У меня все интересное такое. И от меня это не зависит. Меня просто тащат. И получается это записано в моей биографии. И вот мэр города приехал к каторжню. Отдает государственное имущество. В одном храм мы сделали. Прекрасный. И рядом вот, ну недалеко тут. Несколько километров. Мост через Барнаул. Вот я ходить хочу. И вот этот человек в автокатастрофе погиб. И Баварин Владимир Николаевич. Я до 12 ночи везде дозванивал. Верующий был или не верующий. Главный редактор Алтайской губернской газеты. Шепчу Колька Николаевна. Говорит верующий. Он в Золотухино стоит с ребенком на руках. В храме. Но я попросил у Бога прощения. Говорит, Господи, если не угодно, не вмини мне во грех. Но он так много сделал для нас. И вот, видишь, все, работа, занятость. Кто-то помогал. Кто-то ушел. Ушел. Никакой причины нет. Все равно молимся. Я показывал. Вот эти шторки. Кто подарил? Человек, который ушел. Ушел. Причину не сказал. Ничем не обижена. Одна женщина сказала, причину уходила. Я даже никогда такой причины не слыхал. Я, говорит, прихожу сюда. Я как в раю нахожусь в общине. А тут сын вернулся. За убийство сидел. И дома у меня целый ад. И вот это перемены из рая в ад. Я уж не могу перенести. А пошла сейчас в московскую патриархию, в храм это. Я там как тут толкотня, так и там аду. Я из-за ад в ад только перешагнул. И мне легче переносить. Во! Какое сравнение люди дают. Ну и отошла, Оленька. Ну все. Пошел я. С Богом. Аллилуйя. Ну да, я из-за молитвы. Все. Что я посылаю? Посылаю. Все разбирайте, смотрите. Я много труда наложу. Время трачу. Чтобы вы были счастливыми. Чтобы везде были победителями. Аллилуйя. Блин.